Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Два часов и четыре минуты. Кто-то прорывается в эфир. Да, это программа «Трофей и рыбалка». Добрый вечер. Приветствую всех вас и желаю приятного времяпрепровождения в нашей компании. У микрофона Владимир Сметанин. И я прошу любить и жаловать гостя сегодняшней передачи. Это Антон Хлыбов, эксперт компании «Арсенал» на улице Комсомольской, 8. Антон, добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Василию Мамонову мы сегодня дали возможность немножечко отдохнуть. Василий в командировке. Но я думаю, что мы с тобой прекрасно сегодня пообщаемся на очень актуальную тему. Весна, плюсовая температура, в городе очень много воды. Гулять по городу, ходить на работу, домой просто невозможно без того, чтобы не замочить ноги по колено, а может быть, даже и выше. Я где-то видел рекламу в интернете. Кто-то уже, или это не реклама, кто-то уже пытается на плавсредствах выезжать в город. Это актуально, как никогда. Так говорят, легче и проще передвигаться. Столько воды в городе. Да, столько воды в городе. Да. Ну, так или иначе, есть перекличка у нас, конечно же, безусловно, с предыдущими передачами. Мы говорили с Василием на тему джиговой ловли, микроджига. И мы как-то вот все ходили вокруг того, что ловим мы с некоего плавсредства, да? Имели в виду... А конкретно с какого поговорим сегодня? Да, поговорим сегодня, да, безусловно. Вот. Мы как-то обходили пока стороной тему ловли с берега, подразумевая, что уважающие себя рыбаки все-таки должны иметь в арсенале плавсредства, лодку, ту или иную, мотор. И вот сегодня как раз представляется прекрасная возможность с Антоном поговорить о выборе того самого плавсредства в преддверии сезона наступающего, да? Соскучились рыболовы уже. Сезон уже на сухом, все не терпится. Я знаю, что сейчас интересные есть предложения. Как всегда. Да, о них тоже поговорим. Итак, внимание, еще раз повторюсь, сегодняшняя программа «Трофея рыбалка» посвящена подбору комплекта лодка, мотор, аксессуары, то есть то, на чем мы будем выезжать непосредственно на водоем и охотиться за своими трофеями. Напоминаю, что генеральный партнер программы «Трофея рыбалка» – компания «Движение нефтепродукт». Большое спасибо за поддержку. Естественно, в течение передачи прозвучит вопрос от Антона. Отвечать на него вы сможете посредством СМС на номер 8909-720-101-0. Первый правильно ответивший на этот вопрос получит подарочный сертификат от компании «Арсенал». Все по-прежнему. Такая у нас традиция. И затем, естественно, видеоверсия появится на сайте эхокирова.ру и на нашем YouTube-канале. Так что сможете Антона не только услышать сегодня, но и увидеть. Завтра видеоверсия обязательно появится. Итак, поехали, а вернее поплыли. Мэр, мы сейчас будем ориентироваться на такую усредненную аудиторию. Я знаю, что много опытных рыболовов нас слушают. Слушают и новички, и вообще, кто очень еще далек от этого дела. Давай расставим какие-то приоритеты основные. Ну, если честно, даже и часа не хватит все обсудить. Я понимаю, прекрасно, да. Несмотря на то, что такое время вроде бы и продолжительное, его, безусловно, будет недостаточно. Давай расставим сразу же какие-то акценты. Какие-то основные постулаты. Ну, начнем с малого, о чем все, в принципе, поймут сразу же, о чем идет речь. Это, ну, как минимум, весельное плавсредство. То есть, в данном случае весельные лодки многие видали, многие ходили на таких лодках. Классика жанра, я называю это. То есть, каждый рыболов должен пройти через это. То есть, именно походить на веслах. Понятно, что резиновые лодки отошли в небытие. Само собой, на смену им пришли лодки ПВХ. Колесо по новой тут, в данном случае, никто не изобрел среди каких-то грибных лодок. Я не беру в расчет малое серийное производство какое-то. В основе своей это либо одноместная, либо двухместная ПВХ лодка. То есть, она может отличаться наличием сидушек, каких-то аксессуаров. Но в большинстве своем это классическая двухместная, то есть, в простонародье ПВХ-шечка. Классика жанра. Ну и пойдем по нарастающей. То есть, на веслах надоедает людям ходить со временем. Особенно, если на течении, на реке. А если еще по реке, да еще плюс возраст. А если рыбаки, которые далеко в рекламном возрасте, ходят по рыбалку. Я когда сижу на вятке, на фидерной ловле, и вижу какого-нибудь пожилого мужичка, который на веслах пытается пересечь реку. Ну так жалко становится мужика, да. И вот, чтобы не повторять ошибок, сегодня об этом и поговорим. То есть, выбор комплекта, в принципе, что есть, с чем кушают. Начнем с классики жанра. Это какие-то двухместные трансовые лодки. Что такое трансовые? Транец – это та вещь, куда мы ставим мотор и собираем комплект. Бывают они эконом-класса, золотая серединка, ну и какие-то лакшери комплекты бывают, само собой. Сегодня поговорим про рабочие, крестьянские, так называемые, комплекты. Про массовый сегмент, да? Конечно, конечно, то есть самая массовость. Классика жанра, то есть подвесной лодочный мотор, начиная с двух лошадиных сил, заканчивая, ну на сегодняшний день, очень актуальной категорией до десяти. Ну, потому что без регистрации и без прав. То есть на реке спросят с вас, дорогие радиослушатели, только спас-жилет. По большому счету это будет все. Без регистрации, без прав. Спас-жилет должен быть в любом плавсредстве, да? Абсолютно в любом. Абсолютно. На реку на лодке вышел, все, спас-жилет должен быть. Пусть это будет маленькая резиночка. Абсолютно верно. Либо, не знаю, какая-нибудь старая казаночка. Это в первую очередь наша же безопасность. Должно быть плавсредство, да. Обязательно, обязательно. Спас-средство, да. Обязательно. Классика жанра. Вешаем мотор. Что, с чем и почему. То есть две лошадки это просто будет, ну, сегмент даже, назовем это до пяти лошадиных сил. Это сегмент именно просто альтернативы веслам. То есть скорость в среднем, ну, развивают такие комплекты. Ну, в среднем скорость быстро идущего человека, если по течению, ну, это километров, ну, 10 до 15 в большинстве своем. По течению? По течению. Против течения чуть помедленнее, если по ветру еще и парус поставить, само собой, побыстрее. Частый сегмент после пяти лошадиных сил, то есть где-то какие-то скорости уже можно выжать. Причем, кстати, до 10, как многие думают, это не гонки. Это просто комфортное передвижение с точки А в точку Б. То есть либо как-то подняться по реке, либо спуститься на большее расстояние. Больше мотор, ну, само собой, мы будем говорить, что будет стоимость у него некая. То есть больше мотор дороже стоит. При этом... Каков вообще предел по лошадиным силам у современных моторов, доступных для покупки в Кирове? В Кирове не ограничен. До 350 лошадей, в принципе, без проблем. И 350 даже можно приобрести? Вопрос в другом. Это не актуально. На вятке 350 лошадиных сил, большой катер, можно собрать, но куда на нем ходить? Особо тут не разгуляться. Поэтому сегмент, так скажем, более актуален до 60 лошадиных сил. То есть это, в принципе, везде и хоть куда. То есть будь то это какая-то старая лодочка, будь то современный высокотехнологичный какой-то катер. Вплоть до водометного оснащения. Опять же, вернемся. Все-таки мы говорим около 5 лошадных. Потому что тема самая такая животрепещущая. Много вопросов. На сегодняшний день обстоят дела как у нас. То есть до 5 лошадиных сил. То есть самый большой массовый сегмент. То есть есть на рынке китайцы, есть японцы. Но я бы хотел поговорить, ну, в первую очередь, про баланс. Баланс в комплекте. Потому что очень часто наблюдаю либо перебор мощности к лодке, либо слишком маленький мотор. А лодка очень большая. Абсолютно верно. Запросы, наблюдения на реке. Многие собирают комплекты не очень логично. То есть некоторые доверяют соседу. Как-то еще где-то вычитали. В общем, не всегда это из проверенных источников. И все это правильно собирается. В основе своей, конечно же, есть у каждой лодки техпаспорт, где все черным по белому расписано. Как, куда, почему и сколько лошадей, в принципе, вешать. Сколько допустимо, да? Какой мотор подойдет именно для этой модели лодки. Да, да. То есть, само собой, инструкции не пренебрегать. Если что-то непонятно, всегда можно обратиться, мы подскажем. Все-таки сегмент. Есть на рынке китайцы, есть японцы. Заводской хороший, полноценный Китай, негаражный. Вот, опять же, обращу внимание. То есть, если бюджет очень сильно ограничен в выборе мотора, можно посмотреть в сторону китайцев. Некоторые достойные экземпляры у нас всегда есть в наличии. Ну, давай по суммам сориентируем. Что значит, очень ограничен в бюджете? В принципе, подвесной лодочный мотор, вот еще оговорюсь, есть полноценный лодочный мотор, то есть, будь то китаец, японец, там, около двух плюс-минус лошадиных сил. Есть моторы, которые электрические полностью. То есть, это не всегда бюджетно, зато бесшумно. То есть, нужен источник питания, соответственно. Аккумулятор будем с собой таскать. И кто рассчитывает на какой-то более-менее вес, само собой, тут, в принципе, большая ошибка, потому что аккумулятор для полноты хода все равно нужно брать, ну, как минимум, по амперам, ну, 75 плюс. Больше аккумулятор, больше емкость, больше будем ходить. Аккумулятор отдельно приобретается или можно там с машины? Обязательно нет. Сдернуть специальный аккумулятор? Для тяговых вот этих электромоторов нужно обязательно специализированные аккумуляторы. Автомобиль попросту может умереть очень быстро. Теряет емкость, напряжение, ну, и со всеми вытекающими. А сеть там сколько? 12 вольт? Да, в большинстве своем 12 вольт, вплоть до 36. Вопрос вот к чему. Электромотор из преимуществ имеет, ну, это каких-то преимуществ, каких это? Бесшумность. Экологичность. Экологичность, Володь, правильно заметил, бесшумность и, в принципе, легкость самого мотора. Аккумулятор весит 20 килограмм плюс. Вплоть до 30. Аккумулятор-то как раз и перекрывает все эти достоинства электромотора. Сам электромотор не весит практически ничего. Бензинка средней руки, то есть возьмем довольно популярную модель, это 2,6 лошадиные сивы. То есть порядок веса это 10 килограмм, если это простой двухтакник. Также точно, конечно же, бывают четырехтакники, но они бывают на порядок тяжелее, но об этом поговорим попозже. Двухтакник для сравнения может весить килограмм 10-11 в среднем. То есть если его противопоставить электромотору, все же рассуждают, как электромотор, значит легкий. Но не учитывается именно вес аккумулятора. Да, в некоторых позициях он когда-то бывает выгоднее. То есть заказники, заповедники, когда очень хочется, но на бензиновом подвеснике ходить нельзя. То есть само собой выбор должен пасть в сторону электромоторов. Но со своими особенностями. То есть источник питания, его надо периодически заряжать, само собой разумеющееся, и таскать аккумулятор. А так на вскидку сколько полного заряда АКБ хватает для работы электродвигателя? Не будем углубляться в среднем часа 2-3 полного хода. О, так тут и по времени-то еще не очень. Запас не такой большой, но можно растянуть аккумулятор, ну просто чуть-чуть уменьшая свое потребление. Соответственно, на течении он тоже быстрее, да? Скорость идущего человека против течения. То есть он очень будет ограничен по мощности. Нет, я имею в виду, если ты по реке ходишь с этим электродвигателем, то против течения по течению. Если по этой реке можно ходить на подвесном, гораздо целесообразнее взять подвесной. Подвесной. Обязательно. Бензиновый, простой двухтакничек, это запас хода. Это, в принципе, нет привязки к источнику питания. Можно с собой взять канистру 5-10 литров в зависимости от переходов и, в принципе, иметь достаточный запас хода для полноценного передвижения для рыбалки. То есть подняться 5-10 км в зависимости, опять же, от условий и желания. Четырехтакник или двухтакник, часто спрашивают. То есть тут есть, конечно же, о чем поговорить. Двухтакник, неоспоримые плюсы. Более простая конструкция. Вес более понятный и простой в обслуживании. Ну, это так. Цена. 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 То есть иногда на несколько порядков дешевле. Я не беру частные случаи. Четырехтакник пугает в большинстве своем либо ценой. И, в принципе, все, что там после 10 лошадиных сил, четырехтакники, они, в принципе, начинают себя окупать со временем. Но это надо выбираться либо каждое выходное, либо в сроки вовсе не вылазить, само собой. Если выезды 5 раз за сезон, четырехтакник будет долго себя окупать. Но у четырехтакника самый неоспримый плюс. Тихая работа. Стабильная работа на холостых. То есть экологичность, опять же. То есть он не пахнет, не воняет, не дымит. Более экономное расходование топлива, конечно же. То есть тоже масло в двухтакниках будем постоянно докупать, докупать и докупать. В четырехтакниках масло залил, правильно, согласно регламенту, обкатал, вовремя поменял, все. Больше ничего не требуется. Ну, я думаю, многие знакомы с двухтакными двигателями, которые в последнее время широкое распространение получили во всевозможные садовые техники, все эти триммеры и так далее и тому подобное. Кстати, интересная тенденция. За последние года три за счет своей дешевизны набирают популярность вот эти подвесные лодочные моторы, можно это даже так называть, на базе мототриммера. Но это так, легкое отступление. Ну, я, у меня тоже. То есть издалека это мото-коса, но подходишь ближе, это действительно подвесные лодочные моторы. У меня тоже легкое отступление получилось. Просто я не ожидал, что ты поддерживаешь, что в вашей сфере тоже, в сфере рыбалки тоже это присутствует. Но это, видимо, стремление к удешевлению. Да, само собой, это пошло из наших китайских, так сказать, наших китайских собратьев. Ну, поддерживаю, поддерживаю. Да, ну, просто я однажды имел, если уж продолжать это отступление, я просто однажды имел счастье приобрести очень недорогой бензиновый триммер двухтактный. Он у меня более чем одного сезона это не протерпел. С лодочными моторами, наверное, тоже может такое произойти. Нет, при должном уходе двухтактный, если это хороший, как минимум, Китай, и если это брендовый мотор, уж тем более, то есть десятки лет он будет служить, верой и правдой. Не клин, опять же, повторюсь, да-да-да, при должном уходе. Любая техника требует своевременного обслуживания и ухода. Так, я правильно понял, да, если подводи небольшую черту, если нечасто выбираемся на рыбалку, можно в сторону... Смело можно смотреть. Если нет каких-то... В сторону двухтактника, да? Да, если нет каких-то предзятых отношений к двухтактникам, то, что надо физически там бензин с маслом намешать, то да, безусловно. Это немаловажный фактор. Все-таки нужно пропорции соблюдать, в общем, бензина и масла. А не на глаз. Это очень важно. То есть четырехтактник в своем сегменте он будет проще. Подошел, залил из канистры бензин, грубо говоря, и поехал. Ушел куда нужно, спустился, поднялся, но транспортировка, опять же, мы говорим про транспортировку четырехтактника, я думаю, многие знают, что отвозить, как попало его, нельзя. То есть тут, опять же, некое ограничение, то есть в какие-то модели там кверху тормашками нельзя положить. То есть какие-то строго определенные бока, стороны. То есть некие ограничения для транспортировки есть. То есть надо еще и подумать, как ты это в автомобиле будешь транспортировать, да? Ну, возьмем средние руки в боках. Какой-то бокс нужен какой-то, чтобы он там четко был инфицирован. Это не обязательно. Мы крепим чехол, то есть возить его на боку можно, ну, если уж так говорить. Возить можно без проблем, но строго на определенном боку. То есть следить за этим, посмотреть, чтобы он не перегнулся при просто транспортировке в машине, чтобы ничем его не предъявило. Возьмем средние руки рыбака. То есть это, ну, в большинстве своем какие-то легкие машины. То есть далеко не у всех есть прицепы, далеко не у всех есть. Какой-то большой крутой недорожник для рыбалки. Чтобы взять с собой лодки, лодку, посадить с собой товарища, взять свой рыбацкий скарб. То есть удочки, спиннинги, провиант, если мы уезжаем надолго, запас бензина того же самого, какие-то расходники. То есть это, ну, довольно-таки объемное все. Ну, да, приличный. В большинстве своем средние руки комплект всегда можно собрать, что он войдет даже, ну, вплоть до... Ну, вот, Володь, например, какую маленькую машину назовешь? АК. АК. Войдет. 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 Это уже редкость устала на наших дорогах. Но почему-то именно АК пришла на ум. Войдет. Средние руки комплект можно собрать довольно-таки экономично. Ну, даже если порядок цен взять, то есть это лодка около 15, как можно в плюс, так и в минус. Мотор. Так, внимание. Так, по ценам, да, мы пошли? Да. Да, пробежимся. Сейчас пробежимся по ценам, да. Еще раз попрошу начать, да, просто, чтобы зафиксировать. Ага, ну, без каких-то особо изысканных запросов это около порядка 15 тысяч рублей. Ага, ПВХ. ПВХ. Само собой. ПВХ лодка двухместная. Абсолютно. То есть это можно залезть и самому, взять с собой, ну, какой-то рыбацкий шмурдячок, назовем это так, посадить товарища и, в принципе, довольно успешно отрыбачиться, спуститься, подняться, где-то вот уйти куда-то. Да, с небольшой скоростью, зато не на веслах. То есть... Зато экономим силы на основное занятие. Абсолютно верно. Рыбалку. Мотор, порядок цен начинается, ну, от подвесных, полноценных моторов, это где-то от буквально 18 и пошли вверх до бесконечности. Это китаец за 18? Так же точно и да, китаец. То есть брендовые моторы, это в зависимости от мощности, это на сегодняшний день это где-то от 30 с небольшим до, опять же, бесконечности. Хороший, нормальный, полноценный Китай, как любят говорить, заводской, а не так, что купил, и потом не знаешь, как его обслужить, где какие-то расходники, запчасти взять. То есть всегда они есть у нас в магазинах. То есть... Ну, это от 18. От 18. Я не беру в расчет. Моторы, которые на базе косы. Это все-таки отдельный разговор маленький. Не будем их сегодня трогать. Не будем позориться, что называется, да. Так. 15 от 18. Лодки от 15. За 30 уже перешли мы, да. Хороший средний руки комплект для полноценного передвижения, как еще люблю говорить своим покупателям, это не для гонок. То есть это просто для комфортного времяпровождения, для комфортного передвижения по реке. Опять же, это не какие-то рекорды скорости ставить. Это порядок цен. Начинаются в среднем лодки от... Ну, чтобы было можно с комфортом разместиться, а не практически друг у друга на коленках сидеть. Опять же, где-то от 23. Опять же, там, всевозможных... 23+. 23+. 23+. 23+. Они прям по размерам отличаются, да, вот от тех, кто... Размер, диаметр баллона, много нюансов. 15, да? Обводы... Ну, 15 это эконом-класс. То есть каких-то особо комплектаций там, само собой, не будет. Минимальный набор. То есть очень простенькая форма, очень небольшой, относительно будет баллончик. Это будет какой-то, никакой опол в лодке. То есть там можно встать, тот же спиннинг покидать, например. То есть либо для других каких-то целей. Что входит в комплект? Лодки, я имею в виду. Кроме лодки, ничего. Ты лодку... Чехол длиннее, и все. Больше ничего нет. Ну, тут каких-то особо новшеств нет. Это стандартная комплектация в большинстве своем. Это весла, насос, ремкомплект. Не-не-не, вместе с лодкой вот уже, я имею в виду. Если ты лодку покупаешь, там, насос к ней, предположим, идет уже. В комплекте, да. Он есть, вот, я просто пытаюсь максимально... Понятно, да. Как правило, стандартная комплектация. То есть можно там разбежаться, получше какой-то насос взять, электрический насос взять, чтобы освободить свое время. Бесценные, так скажем, на рыбалке с экономией силы и средства. А так обычно вот это вот? Да, в простонародье лягушка. Лягушка, да. Лягушка, меха, можно по-разному называть, но в сути это не меняет. То есть на сегодняшний день средний руки комплект для комфортного передвижения, опять же повторюсь, можно собрать, конечно же, там и за 100, и за 200 тысяч рублей. Отдельно можно поговорить, конечно, будет про какие-то большие катера, если, кстати, время останется, мы поговорим. Просто уже половина передачи уже практически позади. Средний руки комплект для двоих плюс какой-то свой рыбацкий браклишко взять, для примерно там время провождения на реке с комфортом, с вещами, два-три дня, ну, с ночевкой я имею в виду, это 100 плюс. 100 плюс. Это не какие-то изыски. Это хороший японский мотор, это хорошая ходовитая полноценная лодка, то есть размеры начинаются, конечно же, там от 3-10 плюс, то есть вплоть до 5-6 метров ПВХ-флот такой тоже встречается. В принципе, всегда это у нас есть. Ну, вот, порядок сам примерно такой. Это будет, что касается мотора, это будет четырехтактный мотор уже. А тут уже будем смотреть под какие-то цели и задачи. Если это будет комплект нестационарного, так скажем, нестационарной перевозки, это пришел, накачал, повесил мотор, это двухтактник, он легче, он дешевле. Если вес не смущает, здоровье позволяет, то есть машина позволяет, финансы позволяют, конечно, четырехтактный. Вот лошадей 10 плюс, они себя начинают окупать со временем. То есть в среднем, я считал для себя, это, ну, в среднем года 2-3. То есть еженедельных рыбалок. Даже если можно чуть-чуть пропустить, через выходные выбираться. А поистине, пожалуйста, что значит окупать себя в отношении моторов? То есть ну, возьмем простой пример. То есть разница двухтактник стоит, ну, грубо говоря, для простоты понимания 100 тысяч рублей. То есть это около 10 плюс-минус. То есть четырехтактник будет в полтора раза дороже. Порядок цен примерно такой, в прогрессии он растет. Двухтактник мы будем, если часто выбираться, мы постоянно будем докупать масло, докупать, докупать и докупать бензин, заливать, заливать. Все это будет, как говорится, влетать в трубу. Четырехтактник. Масло залил, вовремя поменял, катаешься сезон, заливаешь только чистый бензин. Само собой, экономичность какая-никакая будет процентов до 40. Ну, усредненно. Я, опять же, не буду вдаваться в подробности какие-то технические. То есть процентов 20-30 это легко можно рассчитывать. Абсолютно легко. В общем, окупаемость в сравнении она идет, да. С ценами на бензин, с ценами на расходники. Бытует мнение, что четырехтактник сложнее. Но, опять же, повторюсь, при должном уходе хороший брендовый четырехтактник не из КТ. Можно сказать, что можно будет по наследству внукам отдать. Сто процентов. Это вот как эти наши ранешние ветерки переходили. Ну, это отдельный разговор совершенно. От отцов к сыновьям, от сыновьям, к внукам и так далее. Ну, так, вспомнилось. Примерно это же самое, только заводиться, это будет на порядок все лучше. Да, припоминаю. Есть опыт запуска такого старенького моторчика. Так скажем, работаю, видал двухтакники, которым было лет 20, которые, в принципе, до сих пор здравствуют. Которые работают, они ходят у нас по рекам. То есть, люди, в принципе, не знаю как, но каким-то образом они до стволети старых дедушек. В принципе, японское качество оно никогда не подводит. Опять же, при должном уходе. В тысячный раз это повторю. Если говорить, на сегодняшний день самый востребованный класс по лодкам, по лодкам, то есть, я опять же, не буду эконом-класс задевать больше. Лодки бывают каких типов? То есть, само собой, только ПВХ, по типу дна еще могут отличаться само собой по размерам и обводам. На сегодняшний день очень-очень перспективное направление это надувное дно низкого давления. Так. Представляешь, что водка в классическом варианте это ты приехал, накачиваешь баллоны, накачиваешь, так скажем, эту саму шкурку, то есть, начинаешь потом вставлять туда пол. Здесь с точностью наоборот. Приезжаешь, накачиваешь, спускаешь на воду, вешаешь мотор, уходишь. То есть, как таковых, паелов-полов, жесткого пола там нету. Причем, ходить, бегать и прыгать по нему можно будет так же точно. Очень перспективно. Из чего он сделан? Что за материал там используется? Материал, ничего нового не расскажу, тот же самый ПВХ. ПВХ. Абсолютно верно. То есть, приехал, накачал, то есть, в разы быстрее сборка-разборка, уход за лодкой. Ну, если так углубляться, надувно одно низкого давления перспективно тем, что оно все-таки будет перспективнее по ходовым качествам и уход за лодкой. То есть, лодку надо же с жестким полом приехать, достать пол, промыть каждый паельчик, все это прочистить, совесть не позволит грязное все это собрать, хотя у некоторых может и позволит. И все-таки за надувным дном ухода гораздо меньше. Приехал, ополоснул, просушил, собрал, убрал в багажник. Все. На этом заканчивается. Это сколько они? По времени именно такой тип лодок они уже популярны? Последние сколько лет? Мы активно продвигаем надувное, но низкого давления, наверное, на протяжении лет шести. То есть, если шесть лет назад, то есть, один из двадцати человек, в принципе, прислушивался, соглашался, пересаживали, недовольных нет. Пока недовольных нет. Надо пояснить, вы продвигаете не просто так, а с заботой, так скажем, о клиенте, что это действительно практичнее. Пока сам не попробуешь, не поймешь. То есть, прошел, я помню, с одраганием эти времена, когда была большая лодка, тяжелая, веселая, порядка семидесяти килограмм. При этом, ее надо было собрать, разобрать. Было алюминиевый пол, то есть, он был тяжеленный, неподъемный, но дурно одно кардинально поменяло даже в какой-то степени мобильную рыбалку. То есть, если мы уезжаем на рыбалку на неделю, в понедельник собрал этот пол жесткий, будь то алюминиевый, будь то фанерный, в конце недели разобрал, это не так будет напрягать. Если рыбалка на ночь, а если на вечер, приехал быстренько, накачал, спустил на воду, отрыбачивался, вернулся. Сборки-разборки как-то его вовсе нет. Хедовое качество, опять же, осадка меньше будет, погружаться банально будет в воду меньше. За счет этого, в совокупности, конечно же, сплошные плюсы. То есть, безусловно. Маломощным мотором, в принципе, это будет актуальнее, потому что маломощному мотору будет это легче толкать. Я, опять же, не беру в частный случай, то есть, в совокупности это будет легче ходить на этих лодках. То есть, те самые две лошадиные силы, они порезрели как-то? Ну, тут две лошадки, это, в принципе, исключение, чем правило. А лошадей от пяти и выше пошли там уже, конечно, актуально. Двойка-тройка, она не будет кардинально вести, пойдет, так скажем, кардинально по-разному на разных лодках. От пяти плюс будет уже позаметно. Эффект, да, абсолютно. То есть, особенно это очень актуально дедушкам в 60 лет, которые ходят до сих пор на рыбалку, всем здесь даже бывает. Просто надо приехать, достать ее, сильно легкие идут, достать и накачать. Ну, а если еще в Арсенале есть электронасос, в принципе, те движения сводятся к тому, что надо просто подтащить лодку к воде и повесить туда мотор. И по большому счету это все. Мы подобрались к небольшой рекламной паузе. Это программа «Трофеи рыбалка». Я напоминаю, Антон Хлыбов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8, рассказывает нам о нюансах выбора лодки, мотора к предстоящему сезону открытой воды. Буквально на полторы минуты мы сейчас прерываемся. Напоминаю, что скоро Антон озвучит вопрос, правильно ответивший на который получит подарочный сертификат. Тут компания «Арсенал». Нужно будет ответить первым правильно. А отвечать можно смс, с помощью смс 8909-720-101-0. Все это в ближайшем будущем. Генеральный партнер программы компания «Движение «Нефтепродукт». Трофей рыбалка Продолжаем нашу беседу с Антоном Хлыбовым, экспертом компании «Арсенал» на Комсомольской 8. А давай, Антон, не будем томить наших слушателей, сейчас зададим вопрос. Буквально через 20 секунд я просто хочу озвучить имя победителя нашей прошлой программы. Дмитрий Собакин его зовут. Самым первым ответил правильно на вопрос. Если вы меня сейчас спросите, какой вопрос был, можно звонок Василию Мамонову, чтобы Василий напомнил, да. Но все по-честному. Именно, Дмитрий, вы правильно ответили самым первым и за это получаете подарочный сертификат от компании «Арсенал». То же самое произойдет с нашим сегодняшним победителем. Еще раз озвучиваю номер для СМС 8909-720-101-0. Итак, Антон, вопрос. Сегодняшний вопрос будет очень простой для опытных водномоторников. Да и в принципе... Слово-то какое «водномоторники». Такое слово обобщающие. Здесь еще сухопутники, да. Вопрос будет такой, дорогие друзья, что такое «Кнехт»? «Кнехт». «Кнехт». Вариантов не даем, только принимаем СМС 8909-720-101-0. Ответ на вопрос однозначный? Нет никаких трактований? Нет, плюс-минус нет. Не должны вилять? Нет, нет, нет. Слушатели. Все, ждем СМС, подарочный сертификат на кону. Как сказал Антон, дальше будем говорить о более внушительных размерах и лодок и моторов? Да, поговорим. Пойдем в гору. Да, пойдем в гору. То есть покатались мы на двойках, покатались мы на пятерочках, покатались мы на восьмерочках, шестерочках и всему подобному. Захотелось нам больше с собой друзей взять. Лошадиных сил, я помню. Да, 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 да. Так, я уж в простонароде. То есть захотелось больше народу с собой взять, захотелось строить покатушки. Кстати, я прошу прощения, что перебиваю, они вот 2, 5, 6, 7 лошадиных сил, они по размеру-то отличаются? Конечно. Да, отличаются, а то они побольше, да, все, побольше? Ну, для сравнения, Володь, вот давай смотри, сейчас расскажу. Двойки-тройки это порядок веса это 10, от 10 до 17 килограмм. Да ладно? Да, да, да. Так различаются по весу? Ну, я беру в расчет еще и 4-х тактники, вплоть до 20 можно. Там, по сути, по рабочему-то объем не так уж и большой, наверное. Ну, самые заводские малокуботурные моторы это 50 кубов. 50 кубиков, да. Следующие 70, потом 75, потом пошли пятерочки, это 100 кубовики, так называемые. Вот я и говорю, тут по кубикам-то небольшая разница, а по весу вон какая? По весу, да. Приличная получается. Средние руки пятерка, двухтактно, но порядка 20 килограмм. То есть следующий, если взять шестерку по лошадям, взять, допустим, четырехтактно, это порядка 26-27 килограмм. Если взять какие-то более старших братьев этих моторов, это восьмерки, 9,8, так называемый класс. До 10 порядок веса это идет 26-27 килограмм, вплоть до 41. То есть те же десятки без регистрации, без прав, ну, порядок веса там это 41 килограмм. Ничего себе, мотор 41 килограмм. Очень часто задают вопрос, то есть если я возьму, допустим, большую лодку, размера порядка там 3-80-4 метров, чтобы просто передвигаться с места на место, хватит ли мне там троечки, пятерочки, вообще пойдет ли оно против течения. Сколько метров длина лодки? Ну, порядка 3-60-3-80-4 метров. То есть по 4 метра? Ну, до 4. Возьмем так, в среднем. То есть, допустим, есть большая лодка, хочу мотор, денег нет. Что делать? То есть ставить двойку или копить? Ну, конечно, можно всегда перекредитоваться и взять более подходящий мотор, но отвечаю сразу же всем, то есть вот эти пятерки, конечно же, там, если это черта города, вятка, то есть против течения пойдет практически все. Вопрос в скорости. Либо это будет 5 км в час с учетом течения, либо это будет 10-15 км в час. Но против течения не на веслах. Не на веслах. То есть такие комплекты тоже встречаются, гораздо реже, но они встречаются. Опять же, вернемся к основной теме разговора, это все, что после 10-15 км, что все, что подлежит регистрации, налогообложению, в принципе, имея права, можно кататься в свое удовольствие на таких комплектах. Так вот. Слушайте, в магазине надо документы предъявлять, что у тебя вот есть уже? Ну, чтобы купить мотор Документы для покупки с греческой лошадей плюс 10. Не нужны. Более того, приходят, покупают мужьям, девушке, то есть на девушек проблем идти, катера бывают даже, лодки и моторы, ну, опять же, речь не об этом. То есть покатались мы на двойках, на пятерках, на десятках, хотим больше, дальше, мощнее, быстрее. То есть погонять в той же степени, вплоть до 40 лошадей можно ходить на ПВХ-шках, на ПВХ-флоту. Что вообще, для чего это надо? То есть больше мотор подразумевает в большинстве своем там до 20 лошадиных сил это не прирост, конечно же, скорость, а большая грузоподъемность. Мы можем взять лодку, ту же самую ПВХ, более комфортабельную, большую, с большим баллоном ходить, на какие-то водохранилища, то есть чувствовать себя там безопасно даже в большую волну. То есть ПВХ-шка, в принципе, это очень безопасно довольно-таки. То есть даже при условии, что в теории можно это проколоть, ПВХ, кстати, материал великолепный, прямо, практически на коленке чинится великолепным образом, то есть довольно безопасно. Это как заплаты там или что делать? Ну, в зависимости от размеров, если продырявить целиком лодку от и до, ну, само собой, вряд ли такая заплатка окажется с собой. Мало у кого она окажется с собой, но починить там прокольчик небольшой всегда можно. То есть в большинстве своем ремкомплект опытные водомоторники всегда берут с собой. Он отдельно приобретается ремкомплектом, да? С новой лодкой он идет в комплекте абсолютно всегда. То есть это небольшой пузырьок клея, заплатки. Так вот, то есть возьмем, допустим, ПВХ лодку, там, размера 4 метра. То есть вопросы, много вопросов задают по поводу того, что, опять же, там, хватит ли мне 15, 20 лошади, 30, или надо туда сразу же 40, или, может быть, мне катер. То есть, опять же, под какие цели и задачи берем? То есть, если это комфорт вдвоем плюс, то есть это мы берем в классике своей, это 9,9 в базе 15 лошадиного мотора, тут есть небольшая хитрость, то есть так называемая 9,9 без регистрации, без прав, но которая по факту вроде бы и пятнашечка получается. Ну да, если замерить на стенде, да? Да-да-да-да-да, все верно. То есть, в большинстве своем это хватает для двоих, для троих, для четверых, в зависимости от модели. То есть, большинство запросов это перекрывает. А скорость при этом? Порядка 30-40 км в час. Есть какие-то рекорды скорости, там, чуть-чуть за 50 можно, конечно, где-то как-то развить по течению, либо на какой-то узкой специализированной лодке. То есть, можно, но это ни к чему. То есть, в большинстве своем это отдых, это рыбалка, это вдвоем, втроем с рыбалки. И конкретная задача добраться из пункта А в пункт Б. Абсолютно верно. Без выкрутасов. Все верно, все верно. Ставим, допустим, мотор 20 лошадиных, 30 лошадиных сил. На ПВХ-флот можно сделать это. То есть, причем, ПВХ-флот, чем интересен, в какой-то степени он остается безопасным. Но, если хотим именно скорости, тут уже есть смысл поговорить про какие-то твердые лодки. То есть, алюминиевая, пластиковые катера. То есть, есть между ними такой промежуточный вариант, как АРИП лодки. Тип лодок АРИП называется. То есть, пластиковые дно имеют. При этом безопасность ПВХ лодки имеют. То есть, за счет надувных болотов. То есть, такой промежуточный вариант, да? Да, между большим катером и ПВХ лодкой. Свои плюсы, свои минусы. Хедовые качества у РИПа будут преимущественно, конечно, лучше. Цена вопроса? Вот именно на такие кроссоверы, 50+. 50+. Технология своеобразная, довольно-таки недешевая, но имеет место быть. То есть, какие-то большие водохранилища, большие озера, это как никогда актуально. Когда может погода поменяться, там, за 5 минут кардинально, чтобы вернуться до базы, до лагеря. То есть, само собой, мы будем идти, как минимум, там, с каком-то глиссирующим режиме. Но это, видимо, уже для таких матерых рыболовов, которые четко знают, куда поедут, что поедут. То есть, с большой географией ловли, да, которая выезжает за пределы области на большие водохранилища. Да, да. То есть, весь этот сегмент мы, в принципе, можем рассказать, показать у себя в магазинах. Всегда. То есть, в большинстве своем лодки ПВХ, флот там до 5 метров, ну, как минимум. Если не по наличию, бывает и такое, ну, как минимум, под заказ всегда есть. Если будем говорить про моторы, ну, наверное, в городе один из самых больших. Да не один из самых, а самый большой выбор. То есть, от самых, тех самых пресловутых газонокосилок до, ну, по наличию всегда держим до 60 лошадей. Ну, это, конечно, уже на большие катера. 60 лошадей, так. Ну, если еще, да. Причем, многие приходят, удивляются, неужели на 60 лошади на моторе, там, 90 лошади на моторе, неужели можно по ветке ходить? Можно, конечно, не везде, но можно. В чем? Ну, В чем загустка? Когда человек заходит, видит этот мотор, который стоит еще не на катере, а в раме, в большом металлическом каркасе. То есть, он размером по высоте, ну, как минимум, с человеком. А, понимаю. Довольно-таки объемный, большой. Я давно не приглядывался, а впечатляют размеры, да. Да, да, да. не великоват ли он для нашей реки? Нет, если с умом подойти к вопросу, всегда можно собрать сбалансированный комплект. Всегда, абсолютно всегда. Будь то ПВХ-лодка, будь то большой катер, будь то маломерное судно какого-то там, пластиковые лодки, кстати, тоже имеет место быть. В ассортименте держим и пластиковые лодки. Опять же, если пробежаться поверхностно, плюсы пластика, то есть, его собирать не надо. Они бывают большие, бывают маленькие, бывают легкие, бывают дешевые, бывают дорогие, бывают тяжелые. Вариантов, как всегда, масса. В большинстве слоем пластик хранится на берегу, либо транспортируется на прицепе. Это прицеп нужен. То есть, опять же, возвращаемся к чему? То есть, прицеп, он каких-то денег все равно стоит. Более того, даже не в деньгах, как правило, бывают дела, в месте хранения. То есть, нужен гараж, какая-то крытая стоянка в идеале, и машина. И машина. Не везде есть возможность поехать на легковушке. Загородный дом, где можно на территорию заехать своего хозяйства и оставить ее за закрытыми дверями, за забором. Также точно это все касается больших катеров алюминиевых, которые большие, которые комфортные, которые дорогие получаются уже относительно. Катера-то тоже в арсенале есть? Конечно. Великое множество на любой кошелек. Средние руки можно отечественного производителя поддержать, так и зарубежных производителей. По маркам, конечно же, все расскажем, покажем в магазинах. Но, на любой кошелек можно собрать даже легкий катерок средней руки. То есть, каким-нибудь недорогим, простеньким двухтактичком. Причем, это будет рулевое управление. Будем сидеть уже за рулем в своем личном катере. Порядок цена начинается около 300. 300. Это комплект. Это комплект. Лодка-мотор. Причем, это алюминиевый средней руки катерок. Не сильно большой, не сильно маленький такой среднячок. Сколько подлиннее? Корпуса начинаются в принципе от 380, 390 и до там, опять же, 80 метров. До 80 метров? Восьми метров. А, восьми метров. Я не беру в расчет большие яхты. Представил катер в 80 метров. Впечатляюще. можно. В нашем регионе не так актуально. Вот тут как раз-таки негде ходить будет на 80-метровом катере. Это пользуется спросом? Чтобы забраться сейчас в голову человеку, который решил купить катер, все-таки остановил выбор именно на этом варианте. Что движет им? Ну, прошедшая, так скажем, можно сказать, зима очередь была. Была? Была. Готовься они летом, как говорится. Телегу зимой. В данном случае это как никогда подходит. Стояла очередь на сборку больших катеров. Опять же, мы в сервисном центре собираем, комплектуем, рассказываем, показываем, от иду. Очередь была вплоть до месяца. Ну, что движет этими людьми? Почему именно в сторону катера? Насобирались, накатались, хочу больше, хочу мощнее, хочу на большие реки ходить, я хочу на больших водохранилищах комфортно передвигаться. Алюминиевый катер это неоспоримый плюс, это сел, ключик повернул, завел. То есть ты чувствуешь себя надежно, уверенно, комфортно, безопасно, не боишься, если совершишь какое-то неловкое движение и выпадешь отсюда, нет? Все это довольно-таки безопасно, в умелых руках. Ну, я понимаю, да, и в трезвом уме. Совершенно. Еще, да. То есть это безопасно, это удобно, это как хороший катер можно сравнить с хорошей иномаркой. Ты садишься, ты чувствуешь, что это качество, ты чувствуешь, что это комфорт, это знаешь, что у тебя этот комплект никогда не подведет. То есть его можно взять с собой, уехать практически куда угодно. А сколько это все служит по времени? Это очень долговечные вещи, да? Если убрать все свои хотелки, если убрать все хотелки, потому что собрал, покатался сезон 2, 3, 4, 5, в принципе захотел помощнее, либо побольше, либо поменьше. Бывает и такое. Если катер собираем, ну, это порядка 50 лет. 5-10 лет. То есть собрал, ты знаешь, что он надежный, что он хороший, что он будет актуален в ближайшее время. То есть это всегда можно собрать. То есть поменять никогда не поздно. Вопрос в другом. Если больше, есть какой-то, ну, предел, то есть там катер за 5 миллионов рублей, ну, далеко себе не каждый может позволить. А 500... Но купить можно у нас? Купить можно, можно. Купить можно, но там до миллиона катер мы всегда можем по наличию собрать, практически всегда. Ну, если ценовой диапазон какой-то брать. Комплектующие, для сборки, для последующей эксплуатации всегда. Всегда есть. Приходим, собираем, покупаем в сервисный центр, отходим, собираем, рассказываем, разжевываем какие-то нюансы. Ну, пока все довольны. Есть ли еще, Антон, какие-то аксессуары, которые обязательно надо бы приобрести, покупая лодку, мотор? В первую очередь, что? Спас-жилет. Спас-жилет. Ну, это понятно, да. То есть это наша безопасность. Все должны, вне зависимости от размеров плавсредств, спаза. Так же точно и здесь. Сел в катер, в лодку, неважно, в грибнушку, спад-жилет как минимум с собой, а лучше, конечно же, само собой, на себе. То есть застегнуть, чтобы это было безопасно. Дальше пошли хотелки. То есть взял спиннинг, надо как-то его возить. Спиннинг-одержатель, так называемый. То есть держатели удилищ в полном объеме, в большом ассортименте всегда, конечно же, есть. Хоть-то будет маленькая худенькая ПВХ-шечка, будет это большой катер, собрать можно практически всегда и все. Специальные подставочки. Конечно, вплоть до того, что я хочу, чтобы они были определенного оттенка или как-то вот они какие-то такие... А, чтобы гармонировали непосредственно с лодкой. Ну, потратить полтора миллиона и чтобы получился комплект, который не будет тебя радовать. Ворвиглаз, да, такой. Да-да-да-да. Какие-то там яркие цвета. Нет, имеет место быть. Имеет место быть, но в первую очередь катер должен нравиться хозяину. Это его, чтобы душа радовалась, когда он на нем ходит. Ну, и похвастаться перед друзьями всегда можно было. Так, что еще из аксессуаров? Или это основное? Всевозможные, называю их дельные вещи. Кнопочки, баночки, подстаконечки, подбутуечники какие-то, то есть всевозможные бардачки, но это опять же я про катера маленько углубляюсь. К ПВХ-лодкам очень вопрос актуальный. Вот я приехал на место, вот у меня лодка, у меня хорошая лодка, ПВХ, но относительно тяжелая, лошадей 15-20 у меня с собой мотор, машина от реки в 50 или в 100 метрах. Так. Что делать? Как мне, собственно, да. Можно на себе? Ну, можно. А если не товарищ, а жена, например, супруга, и дети еще тем более малые, не могут помочь. подцепляем колеса. Называются они трансовые колеса. Трансовые колеса. Прикручиваем, подставляем, собираем и одной рукой, в принципе, все это можно транспортировать до реки. В принципе, одному человеку. То есть достать, собраться у машины, накачаться и с колесами можно, в принципе, ну, подняться в какую-то крутую горку, я думаю, вряд ли куда-то получится, но по ровной поверхности это можно всегда добраться. Ну, эти, видимо, приспособления тоже разных размеров, разных. Форм, расцветок. Да, в зависимости от величины лодки, конструкции и так далее. Да? Да? Ага. Так. Все, по аксессуарам, видимо, великое множество все не перечислили. А, кстати, а если там речь идет о так называемом навесном оборудовании, всевозможные эхолоты, навигаторы... Все, начинается в порядке цен. Это все другое отдел. Да нет, почему? В общих чертах это порядок цен от 10 тысяч рублей до 400-500. То есть, карт-плоттеры большие, поисковики большие ставим, 9, 12, 14 дюймов, 17, вплоть до этого, опять же... Это экраны. Да, да, да. Размер экранов непосредственный. Да, в дюймах, в дюймах, все верно. Так, если поговорить еще об обслуживании, тех же моторов, что доступно сейчас в ассортименте, с чем обязательно придется потом иметь дело тому, кто приобрел мотор, двухтактный, четырехтактный, расходники, масла и так далее. Расходники, смазки, масла. Кстати, говоря о лудочных моторах, что за расходники-то там? Фильтры? Ну, если это четырехтактник, если это двухтактник, там и там фильтры есть. Как минимум бензиновые, как максимум масляные. То есть, какие-то специфичные смазки, те же гипоидные масла для продуктов. Воздушный фильтр там есть? В большинстве своем нету. То есть, это все-таки водномоторика, там по идее подразумевается, что пыли нет на воде в большей степени. Хотя есть большие моторы, да, они идут уже действительно с воздушным фильтром. Но речь-то не об этом. В полном объеме по наличию на все самые ходовые модели всегда. Все в наличии. Всегда. Пришел, видел, спросил, если не знаешь, подсказали, купил, ушел, обслужил. Если не умеешь, если техника в какой-то степени на гарантии, то есть, сервисный центр практически каждый день. Все это работает, расходники также точно в магазинах есть, в сервисном центре. Мастера всегда подскажут, помогут. Не знаю, всевозможные, не знаю, подшипники какие-то, дополнительные, если мы говорим про ремонт, технического плана, да, про ремонт, То есть, дал другу прокатиться, не умею, шел по воде, что-то зацепил там очень серьезно. Зацепил, вывернул, сломал, утопил. С мотором может произойти, конечно же, в неумелых руках все что угодно. Ну, конечно. Наличие запчастей. Опять же, все самые ходовые модели, все самое необходимое, ну, практически всегда. То есть, винт тот же самый, то есть, винты предоставлены, то есть, начиная от двух лошадиных сил, заканчивая 400 лошадиными силами. То есть, это всегда можно прийти и купить, это всегда все по наличию. То есть, какие-то расходники, захотелки, все можно приобрести. А, кстати, приветствуются ли профессионалами, которые занимаются техникой, да, и реализуют ее, там, не знаю, самостоятельные доработки, например, моторов. На моторы малой мощности поставить винт, там, какой-нибудь побольше. Часто об этом спрашивают, а вот если я поставлю на двойку, от пятерки, пойдет ли у меня лучше? Да, да, я не хожу по воде, но я как-то вот догадался, что, наверное, как-то русская смекалка, она могла бы поработать в этом направлении. Не без этого, не без этого, да, опять же, беру в расчет каких-то самодельщиков, которые более глубоко, на свой страх и риск, что-то изменяют конструкцию, но в большинстве своем всегда можно обойтись с заводскими запчастями. То есть захотел бы мощнее, но тут надо смотреть каждый случай отдельно. То есть всегда, всегда можно какой-то выход идти. В общем, индивидуально все. Да, 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 довольно. Чаще всего спрашивают, у меня пять лошадей, можно ли его раздушить во что-нибудь? Раскочегарить? Раскочегарить, да. Хочу помощнее, хочу побыстрее. Ну, цвет очень простой. Залей сотый бензин с октановым числом, попробуй побольше. Нет, толку, конечно же, этого не будет. Все-таки он рассчитан маленько на другой бензин и на другое октановое число. кстати, какой бензин используется в современных лоночных моторах? В большинстве своем 92-й, хороший проверенный. да, самый распространенный 92-й? Да, да, 95-й. Некоторые модели инжектора бывают. Инжекторные есть? А, даже так. С прыском? Ничего себе. Спрысковые движки. Большие мощности бывают вплоть до того, что турбированные. Ого! С полноценной турбиной? Да, но опять же, на больших реках, на больших водохранилищах. Ну, полный спектр услуг, расходников всегда можно у нас найти. То есть, всегда, абсолютно всегда. Ну, у нас буквально пять минут остается, и я просто сейчас хочу Антона попросить уже, да, начать подводить некий итог, то есть, сжато сейчас, да, проговорить то, о чем мы сегодня в течение часа говорили. Говорили мы о выборе лодки, мотора, комплекта, так называемого, для хождения по воде и рыбалки, уже непосредственно на сплав средства. Итак, в первую очередь, и мы это, наверное, из раза в раз в передачах повторяем, надо сначала четко себе отдавать отчет. Для чего, для каких целей, в каких условиях вы будете эксплуатировать и лодку, и мотор, то есть, по каким вы непосредственно водоемам-то будете ходить? Либо это какие-то свои своеобразные цели, будь то рыбалка, будь то охота, будь то покатушки, либо же мы выбираем комплект как-то исходя из финансового вопроса. Бывает так, что хотим по максимуму, но финансы очень ограничены. А, кстати, можно совместить, например, на рыбалку так спокойненько, на рыбалке спокойненько всем заниматься и, не знаю, друзей покатать или детей покатать. Можно, можно в большинстве своем. Хочу дешево и много. Хочу дешево и много. Если финансы очень ограничены, допустим, по тем же лодочным моторам, то есть, хочу много и дешево, я всегда говорю обращать внимание на, можно взять китайцев, то есть, выбор достаточно огромный, но всегда надо выбирать более прагматично в плане чего. То есть, смотреть, но давно ли китаец на рынке? Ну, как минимум, какие-то отзывы, что говорят специалисты. Это гаражный Китай или нормальный, полноценный, заводской? Кстати, Антон, мы проговорили практически целые часа, ни одного бренда не упомянули, ни мотора, ни производителя лодок. Может быть, сейчас это все-таки сделаем? Пробежимся по брендам? По брендам, да. Вот если китаец, не гаражный, то что за бренд это все-таки, чтобы отложилось в политике? Ну, на сегодняшний день это Хидея. Еще раз? Хидея. Хидея. Хидея, довольно-таки известный уже бренд. Более старый и более известный, я думаю, что многим будет китаец, это HDX. Есть другие, но я всегда выделяю именно эти два бренда за то, что они давно на рынке, то есть проблем с запчастями нету. В большинстве своем это копии каких-то более именитых брендов, то есть японских товарищей. Ну, как это часто бывает, да. Да, 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 да. То есть взаимозаменяемость запчастей как минимум. Ну, и наличие запчастей на этих китайцев. Потому что бывает Китай, на которой запчасти купил и до свидания. Не знаю, где их взять. Приходят, спрашивают, я говорю, я, к сожалению, вам не могу помочь. То есть если это Китай, то однозначно либо Хидея, либо тот же самый HDX, так называемый. Названий много, но конкретно можно запомнить именно эти. Если брендовые моторы, которые у нас представлены, это Сузуки, Тахатсу, Меркури, и Сан-Марин. Он же самый японский бренд. Самое дорогое что? Какой бренд? Прямо с самой вот загибающей цены. Прямо с загибающей цены, но за свои технологии это, наверное, Хонда. 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 Есть провисные водочные моторы. Куда же без Хонды, если мы говорим о японской технике? Все верно. Но на сегодняшний день в лидерах все-таки по определенным каким-то мощностям. То есть если это маломощные моторы, это Тахатсу, Меркури, Ниссан в принципе не отстает. Если это говорим про какие-то в средней руки десятки, вот Сузуки очень перспективные моторы. Сузуки. Сузуки. Тахатсу есть смысл рассмотреть всегда, есть смысл брендовые моторы рассматривать каждый бренд. У каждого есть свои плюсы, есть минусы. Ну, минусов, кстати, как таковых, есть особенности. Минусов у брендового мотора быть не может. Особенности, да. Какой-то тяжелый, какой-то легкий. Здесь четырехтакник, четырехтакник, ну, допустим, инжекторный. Опять же, надо это обращать внимание. Антон, можно тебя попросить, может быть, еще души, может быть, немножко добавить, какой-то секрет приоткрыть. Вот скажи, пожалуйста, из вот этих озвученных брендов, что действительно прижилось в наших вятских условиях в руках наших вятских мужиков. Тахатсу. Тахатсу. Сравнивать с автоматом Калашникова. Да? Прямо безотказный в любой ситуации. Опять же, повторюсь, при должном уходе. При должном, ну, понятно. Техрику надо любить, конечно. Да, да, да. Как будешь любить, так она и будет, в принципе, относиться. Уважить Тахатсу, значит, да. А если пройтись по производителям лодок, тоже называли? Вплоть до даже местных компаний. То есть те же лодки Роджер, Местные, в смысле, кировские? Да, все верно, все верно. Тот же Роджер, с кем мы совместно работаем, выпускаем свои лодки под своим брендом, то есть совместно разрабатываем эти модели, то есть участвуем в тестах, то есть говорим этому производителю, как должна лодка выглядеть, что мы от этой лодки хотим, вплоть до таких именитых, как китайские бренды Ну, еще, наверное, последний совет, который мы можем, наверное, дать, все-таки сейчас уже присматриваться, пока еще весна, или вот до последнего тянуть, когда вот уже надо будет выезжать на воду. Купить это можно круглогодично, купить можно это всегда круглогодично, просто сейчас действуют некоторые акции на какие-то моторы, где-то можно урвать еще по старым ценам, какие-то новые модели идут действительно по старым ценам, то есть какие-то акции, То есть, бывает, проскакивает. Очень выгодное предложение, в большинстве своем. Ну и подготовиться лучше сейчас, чтобы потом не бегать, сломя голову, где же, как же, почему же, и как же так. То есть, выбор сделать заранее, осознанно, понять, для чего, какой комплект нужен, и какую сумму мы хотим, в принципе, ну, какую сумму не жалко выделить на данный комплект. Нам пора закругляться практически уже 9 вечера. Спасибо большое, Антон Хлыбов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Передача была посвящена выбору лодок, мотора. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка.